Сегодня у нас очередное заседание. Мы вернулись к повестке, когда среди написанных задач 87 запланировано вопросов, из которых 47 – это основная повестка, только законодательных инициатив, 6 – это 118 статья и 6 постановлений. – Безусловно, главнейшим вопросом сегодня, который будет рассматриваться, вопрос 20, и наша фракция будет настаивать на снятии с него, его с рассмотрения. Мои коллеги постараются раскрыть вам более подробно, но по нашему мнению, если общую оценку делать, это в принципе все равно, что срубить у дерева корни. Почему? Потому что в 2003 году, принимая 131 закон, я как сейчас помню, принимали в ночь, тоже продавливали, фактически уничтожили четверть сельсоветов, то есть уменьшили на четверть сельских советов, уменьшили. Сейчас фактически, если закон оставить так, как он есть, фактически упраздняются низовые звенья. Для справки скажу, во Франции, которая по территории одна четверть Красноярского края, 36 750 органов местного самоуправления внизу, в Германии более 30 тысяч, в Швейцарии, в которой некоторые сауторы имеют владение, там тоже развито самоуправление. У нас же фактически предлагается людей лишить возможности обращаться вообще-то по злободневным вопросам, а за 3-9 земель ехать за любой справкой. Мы считаем, что это недопустимо и относится к законам, дестабилизирующих нашу страну, тяжелое время обострения международной ситуации. До работы в Государственной Думе возглавлял комитет по местному управлению Самарской Губернской Думы, был депутатом законодательного собрания, депутатом Самарской Городской Думы. Поэтому, конечно, проблемы местного самоуправления хорошо известны и понятны, и фактически то, что мы сейчас видим, мы видим процесс превращения местного самоуправления в местное государственное управление. Конечно, можно и таким образом управлять территориями, но здесь возникают достаточно серьезные риски, и один из них, прежде всего, это увеличение отчуждения между властью и народом. Если мы посмотрим на содержание, концептуальную, так скажем, позицию законопроекта, который сегодня вносится в первом чтении, мы увидим очевиднейшее противоречие с 12-й статьей Конституции, в котором говорится о том, что местное самоуправление входит в систему государственной власти и в пределах своих полномочий самостоятельно. Вот для того, чтобы каким-то образом обойти эту конституционную норму, введено новое понятие публичной власти, о том, что это такое, никто из юристов толком объяснить не может, но, как мы видим, в расшифровке это фактически речь идет о выстраивании вертикали власти. Никогда еще вертикаль власти не работала в интересах местного самоуправления, тех проблем, с которыми люди чаще всего сталкиваются, эффективно. Она работает эффективно только в одном случае, в условиях военного времени. Во всех остальных случаях она дает такой эффект, что перегружает саму систему власти и за любым вопросом приходится обращаться на прямую линию к президенту. И мы это видим, как это у нас происходит в стране последние 20 лет. Когда из глухой сибирской деревни девочка дозвонилась на прямую линию Путину, и вот Путин, президент, решает вопрос, чтобы у нее в школе оказался компьютер. Это вот доказательство того, что местное самоуправление деградирует, и это достаточно тревожный симптом, потому что и это именно тот уровень власти, который наиболее приближен к населению, и, соответственно, чаще других сталкивается с теми проблемами, которые наши граждане хотят решить прямо немедленно и сейчас. Немного конкретизируя выступление Михаила Николаевича, действующий 131-й федеральный закон, который регламентирует устройство местного самоуправления в Российской Федерации, многократно подвергался критике как со стороны экспертов, так и со стороны исполнителей, так и среди простых граждан. Какие проблемы сегодня есть основные в местном самоуправлении? Это хроническое недофинансирование, потому что дотации для местного самоуправления сегодня в среднем составляют 80-90%. Но это вопрос на самом деле бюджетной политики, и он может быть решен. Также это вопросы перераспределения полномочий, потому что не совсем было понятно, как распределять полномочия между уровнями местной власти, а сегодня таких уровней два, как известно. Но это тоже вопрос решаемый. Также это вопрос кадров и компетенции, что тоже, в принципе, решаемо. Вот сегодня нам предлагают закон, решает ли он какие-то проблемы, которые сегодня озвучиваются людьми, гражданами, исполнителями, экспертами. На наш взгляд, ни одной проблемы он не решает, а как раз наоборот, создает гораздо больше проблем, прежде всего, для самих граждан, для жителей этих территорий. С точки зрения соблюдения прав граждан, сегодня по действующему закону граждане могут являться инициаторами проектов решений. По предлагаемому нам закону граждане лишаются такой возможности. Теперь это могут делать только либо депутаты, либо, по сути, чиновники. Понятно, в чьих интересах будут действовать эти чиновники. С точки зрения организационных основ местного самоуправления, теперь глава администрации муниципального образования будет являться государственным региональным чиновником, то есть напрямую подчиненным губернатору. К чему это приводит? Вот Михаил Николаевич уже в своем выступлении сказал, губернатор получает указания из Москвы, дает указания главе администрации, он его исполняет. Во всей этой конструкции забыли только людей. Вот людей в этой конструкции нет, потому что их никто не спрашивает. Те формы самоуправления, которые предусмотрены в проекте решения, не подразумевают обязательного исполнения решений, например, на сходах граждан, при опросах граждан, при собрании граждан. То есть это, по сути, сегодня, ну вот собрались граждане, это рекомендательный характер для органов местного самоуправления. По сути, мы наблюдаем абсолютную деградацию местного самоуправления в интересах выстраивания вот этой вот общей государственной вертикали. Также не предусматривается при распределении каких-то экономических возможностей в пользу муниципалитетов. Они также и остаются, в общем-то, в нищете. Подразумевается создание территориального общественного самоуправления. И, по всей видимости, инициаторы законопроекта полагают, что за счет территориального общественного самоуправления и будут решаться все вопросы вот на самом низовом уровне, на уровне поселений и деревень. Но что такое ТОС? Основная форма его финансирования – это за счет возмездных договоров с жителями. То есть все вопросы будут решаться за счет жителей. Прекрасная система выстраивается. Вы там свои вопросы, значит, дорог, водоснабжения и всего прочего решайте сами за свои средства, а нам не мешайте управлять. Много вопросов к этому законопроекту. Мы их озвучим сегодня на пленарном заседании. Здесь хотелось бы отметить, что при рассмотрении 131-го закона заместителем главы администрации президента, курирующих так называемую административную реформу, был товарищ Казак или Козак. Мы ему задавали вот в этом зале вопрос. Скажите, пожалуйста, а деньги где? Иначе будет как свадьба в Малиновке, знаете, у известного персонажа. У Гришки денег нет, пойду к Петру. Вот час мы с Медфиновым определимся, но столько времени прошло. Я вам напомню, 184-м законом федеральным, федеральный центр передал около 200 полномочий на уровень субъектов. Субъекты автоматически передали все эти полномочия на местное самоуправление. Однако при передаче полномочий всего 30% мандатов были обеспечены финансами. И с нашей точки зрения именно это обеспечивает на протяжении длительного времени задолженность консолидированных бюджетов фактически от 2,5 до 3 триллионов рублей. Мы многократно вносили закон о необходимости, скажем, расщепления НДС, как самого драконовского закона с предприятия, чтобы его разделить. 60% оставить субъектам и муниципалитетам, а 40% отдать федерации. Однако это пока не находило поддержки. Кроме того, если вы посмотрите, то у нас ведь получается, что на данный момент, вот кроме переданных полномочий и нищеты, вот авторы, вероятно, часто бывая за границей или прожив там достаточное количество времени, пытаются опять сделать нам винегрет. Ну, скажем, то, что они предлагают, существует в англосаксонской, так называемой, системе местного самоуправления, скажем, в Великобритании, да? У них там, в принципе, независимо от налоговой системы, местное самоуправление может учредить свои особые сборы и собирать. Но у нас же это невозможно, понимаете? Кроме того, я так думаю, что здесь, в принципе, вопрос идет об остатках муниципальной земли. И самое страшное, что этот закон, переходный период до 28-го года, фактически на 7 лет предполагает исключение выборов на самом нижнем уровне. То есть, ну, фактически на самом заземленном уровне народ отключается от главных принципов демократии выборов, чем, по нашему мнению, нарушается главная, вторая статья Конституции, которая гласит, что главный у нас источник власти народ, и реализует он эту власть свою непосредственно на выборах. Поэтому мы будем настаивать на снятии с рассмотрения этого закона, как не подготовленного. Кроме того, этот закон впервые в практике Думы, без рассмотрения в Думе, был отправлен в субъекты Российской Федерации с требованием дать заключение. Ну, обычно мы в первом чтении принимаем, после этого направляем закон на месяц на субъекты Российской Федерации, муниципалитеты, проводим парламентские слушания, и только после этого рассматриваются поправки ко второму чтению. Сегодня все с ног на голову. Отправили туда, потребовали решений, и сейчас будут быстро-быстро проталкивать государственные думы. Мы считаем, что это недопустимо.